Здравствуйте, друзья! Рада вас приветствовать на моём канале. Сегодня будем готовить очень простой, домашний, очень вкусный торт. Торт этот называется ириска. Приступаем к приготовлению. И для сегодняшнего рецепта для теста нам понадобятся следующие ингредиенты. Мука, яйца, ванильный сахар, разрыхлитель, сода, мёд, сахар, какао-порошок и яблочный уксус. Точное количество ингредиентов всегда вы можете найти в описании под видео. Приступаем к приготовлению. Яйцам добавлю сахар и взобью до пышной пены. Яично-сахарная масса очень хорошо увеличилась в объёме. Теперь сюда добавлю мёд. Сюда добавим ванильный сахар. Гасим соду и уксусом. И сразу добавляем в тесто. Теперь в тесто постепенно вводим муку, какао-порошок и в конце добавим разрыхлитель. В какао-порошок обязательно берите хорошего качества. У меня алкализированный какао-порошок. От какао-порошка зависит вкус, аромат и цвет ваших коржей. И добавим последнюю порцию муки. И немножко разрыхлитель. Это около пол чайной ложки. Если не желаете добавить разрыхлитель в тесто, не добавляйте. Просто под моими рецептами, где в тесте есть и разрыхлитель и сода, очень часто пишите, почему сода и разрыхлитель одновременно. Но я это добавляю для того, чтобы коржи получились очень пышные и мягкие. Не желайте не добавлять. В этом ничего страшного нет. Перемешиваем тесто до однородности. Непромешанной муки в тесте не должно быть. Мое тесто уже готово. Оно получается вот таким по густате. Это чуть гуще, чем бисквитное тесто. Миксер нам больше не нужен. Тесто на весах поделен на две равные части. Если желаете тоненькие коржи, то можете поделить и на три части. У меня форма стандартная от духовки электрической. 30 на 40 сантиметров. У меня получилось по 500 граммов теста на каждый корж. Распределяю тесто равномерно по противню. Печем корж в заранее разогретой духовке. Температура духовки 180 градусов Цельсия. Понадобится приблизительно 7-10 минут. Но время приготовления зависит от вашей духовки. Может понадобиться чуть больше или чуть меньше. Как правило на первый корж уходит чуть больше времени, чем на остальные коржи. Поэтому готовность коржа нужно проверить зубочисткой или шпажкой. Шпажка выходит сухая, значит уже корж готов. Пока первый корж в духовке, я подготовлю второй корж. Первый корж уже готов. И сразу же еще в горячем виде сниму пергаментную бумагу. Получился очень мягкий нежный корж. Это оставлю на столе, а второй корж уже в духовке. Второй корж тоже готов. Коржи уже хорошо остыли. Готовим крем. Для крема нам понадобятся следующие ингредиенты. Сливочное масло, вареное сгущенное молоко, какао-порошок и ванилин. Сливочное масло и вареное сгущенное молоко должны быть комнатной температуры. Если продукты разной температуры, крем у вас рассечется. Взбиваем размягченное сливочное масло до пышной белой массы. У меня масло 82,5% жирности. Масло взбило до такого пышного состояния. Оно побелело. И теперь по ложке сюда добавлю сгущенное молоко. Сюда добавлю ванилин и добавлю какао-порошок. Нужно все собрать со стенок посуды, поднять немножко со дна крем, потому что там может быть какао, чтобы крем был равномерным. В этот крем можете еще добавить карамельный ликер, если у вас есть. У меня нету, поэтому я не добавлю. Вот такой очень пышный, очень ароматный, однородный крем получился. Крем пока ставлю в сторону и подготовлю коржи. Подровняю коржи. Из обрезков сделаю крошку. Коржи я порежу напополам. У меня получается 4 коржа. Вот такие. Собираем торт. Торт уже готов. Сверху, с боков я затянула кремом. Торт оставлю на кухонном столе пропитаться 1 или 2 часа. Вообще торты с масляным кремом я сразу не поставлю в холодильник, потому что в холодильнике крем сразу застывает и коржи плохо пропитаются. Поэтому оставлю на столе и потом через пару часов только поставлю в холодильник. Готовим глазурь. Для глазури нам понадобится каково-порошок, сахар и немножко сливочного масла. Каково-порошок нужно обязательно просеять. Ну и конечно же нужна вода или молоко. Я обычно глазурь делаю на воде. Добавляю 2 или 3 столовые ложки сахара. 5 столовых ложек воды. Это все нужно хорошенько перемешать. И эту массу нужно довести до загустения на маленьком огне. Масса уже загустела. Сюда добавлю сливочное масло. Поварю еще около полминуты и сниму с огня. Перемешиваем глазурь, чтобы она хорошо охладилась до комнатной температуры. Бока торта украшу крошкой из обрезков. Теперь торт сверху полю остывшей глазурью. Торт хорошо пропитался. Порежу, посмотрим как он выглядит внутри. Перемешиваем. Затем выкручиваем. Перемешиваем. 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 вот так очень быстро просто из доступных ингредиентов получили вот такой очень простой домашний тортик и очень вкусный торт готовится без заморочек готовится очень быстро таким был мой сегодняшний рецепт надеюсь он вам понравился если понравился то обязательно ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на мой канал обязательно нажав на колокольчик чтобы получить уведомления о моих новых видео на сегодня у меня все как всегда желаю вам удачного дня отличного настроения и до новых встреч а